Дарья Господа, с сердечным поздравлением на зиму. Дарья Орльга Залинова, правительство правительства, и есть их очень много, потому что до раткости были сказания, которые не были написаны, и в экстензии, как говорится, были только достаточно конспекты. И всегда мне важно, чтобы не посадить, чтобы сказать то, что хотел бы Пану рассказать. И в связи с тем, начиная репарация для поминок, то проси меня Духа Святого, чтобы я был в халм. То, на чем я должен был опрыть, так тоже в других сакраментах. Матка, например, меня научила, чтобы не рушить себя до споведи без молитвы до Духа Святого. Можно сказать, что уже 70 лет я это делаю. Духа Святого. Модлю себя до Духа Святого. Никогда это так выглядит, что слова, на которые мне хочется zwrócić внимание, Пану, они так, как бы вытлушчены. И на сегодняшний день есть такое задание, писанное тушным чтенком. Все вместе были на этом самом месте. Все вместе были на этом самом месте. Это пророчество. Задаю себе с этого правду, потому что проживаю от нового Духа Святого. И желаю это теперь тем, кто в этой сегодняшней сфере проживали наиближную соботу, взаимно будут молить себя за себе о вылании Духа Святого и Его дару. Так я первое семинарию здесь проживаю и в среде этих даров появился также пророс, не говоря о языках, бо Пятьдесятница и то, что случилось, Пятьдесятницы, трвают дальше. Не знаю, если наша пани немного по дамску прочитала этот фрагмент, когда Лукаш говорит о гвалтовом вихре. Она прочитала о ветре. А я справлю, потому что не помню, если не выткну, то, что, даже на поближе. Другой, которая пришла спевать псалм, зашпевала мелодию, которой я никогда не слышала. Так не работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом месте... Не выткну. Продолжение следует... Продолжение следует... на тем самым местом. Что это значит? Быть вместе на тем самым местом. Здесь мы находимся очень красивым языком библии, который всегда очень образовался. И поэтому мы понимаем, что вы сейчас живете такие интеллектуалисты, которые говорят, что тын, тын, тын. Я говорю, чтобы ты только впроводил в жизнь то, что ты понимаешь, что ты был бы трехкот не свят. Мога мы пригодим. Разум на тем самым местом. Это очень много отвечает тому, что есть в нас. А в нас всех есть велика тескнута, чтобы быть разом. Чтобы быть разом с кем-то. О том сам Пан Буха свидетельствовал, когда его первое первое слово, которое он сказал до человека, то есть «недобро быть человеком самому». И стонт есть в нас та доимающая тескнута, чтобы быть разом с кем-то. Так близко, чтобы становить одно, mówiąc библийным языком. И то «едно» в спојрении. Я с уподобанием обсервую закоханные пары, нареченных, как себя справляю, что их уничтожить. А тем самым, смотрим, что они имеют подобное спојрение. Радко. Она, например, смотря на пациента, смотрит на буты. Он смотрит на рэнце, на пациент. на пациент. Не ма единности в спојрении. Есть единность в дотеку. Может быть единность в спојах. Так. О, как то добре, если родицы едным спојм, как моло зеным спојм. Иде такой бибсиусь ма муське и ма мусьо, дай ми ня лода. Не дам. То иду до татусиа. И теперь, а то пациент, что делает татуси. Не дам. И так треба. И ојцец, и матка, навет без порозумения повинны иметь фронт едности на роте. Так. Але теж и јднојсть в дзялану. Татзвана згоднојсть. Отповиадам цај час, ко то значи быть блиско. Причајднојсть в спојрении, в дотеку, в словах, в дзялану. Так. Татзвана. 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 что это значит не ездить, то я желаю этого. И он сейчас выповидая, а сейчас нажды словно он сделает. Но это так на Марвелесе. Крисио, когда я уже виделся, то очень хорошо, потому что такое было это понимание, так старая, не раз через эти 50 лет, что не могла сказать, а он до меня и досконало, что мы все понимали. И вчера я тоже сказал, что очень хорошо я, что он сейчас почувствовал. Я понимаю, что с ним происходит. И он тоже понимал, что я хочу через это сказать. И когда приходит, что та донимающая тескнута, которую носим за каким-то, если кто-то не имеет этой тескнуты, то значит, что он не уродит, он уже повипрится. И когда приходит до того, что та тескнута исполнит, то есть кто-то в решении. Что-то такое у Адана. Сейчас мне кто-то отвечает, потому что я шукам в этой в этой хвили тематур на казание на пилигримку пищу, а не тридиадцатую, вторую, пятую, не? То есть... Хочу говорить о особах, которые проживали радость в Библии. Что-то мне сказал. Розрадована Марта. О! Есть такая. Радосна Марта. Но есть ей так же радосна Сиастка Мария. Невкин, с нашим Библианком. Она тоже радосна. И если ее не буду говорить, то запомню. Что-то об этом хабице, а не те, которые выпадали на седьмых людях. И буду говорить о радосном Адане, который не мог себя выразить с поводу счастья, когда увидел, что есть кто-то, кто его понимает, кто потом стал ему близкий, так, что становили единость, не только когда переживали секс. Это было о Эвэ. И почему? Потому что, поэтому, когда тестина, тестина выполняется именно тогда, когда у нас удалось на мучение. Это великое счастье. А, я говорю тебе счастье, не посадят. Это иногда случается в приеме, иногда я о том говорю, что я ничего не жалую, что я не жалую с вами, с поколениями, которые добре ходили, потому что произошли прекрасные приятели, в которых я был свадником, в которых я сам входит. Так. Евгии, ее близкость, которые являются очень красивые. даст здоровые paradise, даже есть радость здесь. Но это может быть, Будьте, это будет негативный, но бывает, что та тескновая за кого-то, за тем, чтобы быть близко кого-то, что он тоже захочет. Вот так. Слышишь, поверь, стоимующее слово, певное слово. «Кошам». И тот, который это слышит, думает, что это говорит о единость, эту певную единость, это по-разумение. А тем часом, входит о неограничный доступ до другого человека, чтобы его использовать. На то, что нужно, чтобы его использовать. Чтобы его использовать. Я уже такие видят образки, шкода, что я не умею фотографировать. Как факет еще не закликнул сподни. Когда она, ручка, шла до академика. О, так. «Можно забить». И тогда она превалирует на певное слово. Так она превалирует сейчас. Потому что я когда слышу, что мы вместе, то на самом деле подсказывает нам что-то, что значит, что мы вместе вместе мы вместе. Так это выглядит. Czyli не или не помете, что мы вместе вместе, на то, что вместе вместе. Но мы, друзья, ж смысли, паные, в Купе. В Купе. А купа, то не то, чтобы быть разным. Доброе утро, что есть купа. И теперь очень важно, очень важно, приятение Пана Езуса. О, что до конца еще один. Когда Пан Езус нам говорит и говорит, а чтобы вы были вместе, как я вместе, как я вместе с Ольцем. Я вместе с Ольцем я. А всегда важно у тех, кто с вместе, даже одно вопрос, которое бретет «А ко вас учить?». Сейчас больно и медлась, потому что возрода пара, которая недавно брала шлуп, не знаю, что два года. Так, но, я думал, что если уродить другое ребенок, то может, но он их поможет. Не, не поможет. То, что уничтожить, что уничтожить ойца со сыном? Дух Святой. То он справит, что Отец наш и Збавитель наш, Иисус Христиус, есть один. Дяки Духови Святому. Что, что у нас, или цех? Очень много у вас тут знал по носу. То, что это за характер, что это за тип. В носу все это видно. По-за tym wiem, że niektórzy są oczywiście ochrzczeni, a dzisiaj też Wielka Ratos, bo ochrzciła się 23 года. Agata, Małgorzata. Bardzo była zdziwiona, kiedy jej pochwaliłem za imiona, które wybrałam. Pierwsze to greckie. Agathos to jest dobre, a Agata to jest dobra. Małgorzata to jest łacińskie. Margarita, czyli perła. Śliczne. A nie jakaś film i juzi. Ostatnie takie były. Więc jesteśmy po chrzcie. Jesteśmy po wierzmowaniu. Jesteśmy po odnowie. A wszystko jest to po to, żeby doświadczać porozumienia ze sobą. Żebyśmy byli razem w porozumieniu, jedno, na tym samym miejscu. To jest wspaniałe określenie rodziny i wspólnoty. Razem, na tym samym miejscu. I dlatego, moi kochani, nie planujcie wyjazdów rozłącznych. Zawsze jest tragedia. Powtarzam. Zawsze. I nie pieprz, że w twoim wypadku będzie inaczej. Nigdy tego nie robić. Albo zastosować się do starożytnego zwyczaju. Ubi tu kajus ibi ego tua kaja. Tam, gdzie ty kajusie, tam ja twoja kaja. Tak. Bez dyskusji. Możesz nie wychodzić za mąż. Nie gorzej. Ale jak już, to to. Wszystko jest po to, aby się porozumieć. I dlatego jeszcze musimy do tego rozważania, które jest proroctwem na dzisiaj, dodać trzeba jeszcze funkcję języka. Kiedy dzisiaj liczyłem, w pierwszym pytaniu, ile razy powtórzy autor, czyli natchniony Łukasz, słowo Język wychodzi aż pięć razy. O co więc tu chodzi, skoro tak jest akcentowany Język? Ano, po prostą rzecz. Żeby się umieć porozumiewać. Język jest to to, żeby się umieć porozumiewać. I ważny jest ten język. Jakbyście byli w kościele w Wigilię zesłania Ducha Świętego, czyli w sobotę, to tam jest czytanie, przy którym jeszcze ciągle medytuję. Jeszcze jak dzisiaj nie będzie mi się chciało spać, to wrócę do tego tekstu. A jest to tekst z Księgi Rodzaju, opis budowy wieży Babel i pomieszaniu języków przy wierzy Babel. Ale jest incydent, który... 90% to podejrzewam o humor Pana Bóg. Pan Bóg ma bardzo duże poczucie humoru. Szkoda, że w to nie wierzycie. Ja dzięki temu, że wierzę, jakoś żyję. Więc... Tam jest naprzód i tak. Panie Radowliwie. Panów mówi, nie wiem, do syna czy do ducha, zejdźmy na to, bo tam coś się robi. Jakieś zamieszanie. No bo co to znaczy? W kosmosie wieżyczka, którą budowali. Oni myśleli, że dojdą do nieba. No więc Pan Bóg mi trochę jakby odpowiada w tym samym tonie. Zejdźmy, zobaczmy co tam jest. No i tam budują. Jak tak dalej pójdzie, to zbudują. To ja nadal kumplam. Pomieszajmy języki. Pomieszaj języki. I dlaczego mamy franczoszki? Niemeczki. Niemeczki. Angłoszki. Hiszwański. Chiński. Tak. Ale chodzi, jeżeli mówimy o języku, też mówimy o języku porozumienia. Wszystkie te języki, w końcu z językami porozumienia. Przypatrywałem się, dalej się przypatruję, bo to jest bardzo dobre małżeństwo. Życzę Wam, żebym się tak sił. On jest czarny jak aswert, a ona jest biała jak alabaster. No. Najlepsza, najładniejsza jest córka, taka. Mleczna szewolata. Mleczna szewolata. Mleczna szewolata. On jest... No zajęć chyba, tak? A poznali się w Chinach. W Pekinie. On jest autorem tego Pana Jezusa Zmartwychwstałego, który mu się udał. Miałem lekki strach, że będzie to murzyn stał. Ale... Też by by postawił. Ale zrobił go takim Żydem, że nawet to mało zna Żydów, bo to wierzy też. Ponuśnie poznaje się. Jego też. Ma nóżę, klamkał, zakrywał. Podobny go nóż. Więc... Te języki. Aha. I mówiąc o tych, o tych zakochanych. Ani... Czasem jest tak, że nie rozumieją nic w swoich językach. Spotkali się... I jakoś się porozumieją. Jest jakiś język. No, mimikacze, ja wiem co. Ale się porozumiewają. I nawet dochodzi do ślubu, kiedy jeszcze nie umieją swoich języków. Tak. Wszyscy byli razem na tym samym jednym miejscu. W pełnym porozumieniu. Ze względu na to, że umieli, mieli dobry język. Dobrej komunikacji. Tak. I tak sobie tutaj pisałem. Nie dzisiaj. Ale na dzisiaj. Napisałem tak. Tego życzę swojej. Mojej Ojczyźnie. Tego. Tego pełnego porozumienia. Tego, żeby wszyscy Polacy byli razem. Na jednym miejscu. To znaczy tu, gdzie nam Pan Bóg jakby palcem pokazał. Tu. Tu jest wasze miejsce. Obyśmy wszyscy byli razem na tym samym miejscu. To znaczy w tym jest we mnie nadzieja, że oni wrócą. Te miliony trochę starszych od was, czy waszych rówieśników wrócą. I będziemy wszyscy razem na tym samym miejscu. Pełnym porozumieniem. I tak się modliłem dzisiaj cały dzień, żeby i przy tych wyborach dzisiejszych było to porozumienie jakieś. Jestem już taki stary, że pamiętam taki czas najnowszej historii mojej Ojczyzny, a pewnie i waszej. Taki czas, że mówiliśmy jednym językiem. Co to za piękne czas. I trzeba było za dużo, by tłumaczyć. Wszyscy się rozumieli, mówili jednym językiem. Dobrze, że dzisiaj nawet to radio świeckie przypomniało o tym. O tym języku, którym się Polacy zaczęli porozumiewać. I jest to, wiecie co to jest. To jest sto razy, czy tysiąc razy cytowana. I tyle modlitwa, co krzyk młodego jeszcze Jana Pawła. Kiedy stanął na placu zwycięstwa, wiemy co krzyczał. Niech to mówi ludzko. I odnowi oblicze tej ziemi. I go wysłuchał Pan Bóg. I po tej wysłuchanej modlitwie właśnie było doświadczenie owego wspólnego języka dla milionów. To pamiętam. Nie mogę tego zapomnieć. Chociaż dzisiaj znowu niestety, jak się przysługujemy wzajemnie, to rozmawiamy różnymi językami. Ktoś dzisiaj mnie trochę na ten temat zaczepił. Mówię o Was dobrze. Że wśród Was jest trochę takich, którzy coś wiedzą. Jak to zrobić, żeby znowu powoli gromadzić się na tym samym miejscu, ale w pełnym porozumieniu. To jest sedno dzisiejszej mojej modlitwy za Ojczyznę. I przed głosowaniem, i teraz po głosowaniu. I zaczynam wierzyć, chociaż to już niektórzy mówią, że nie byłem naiwny. I cytują, podsłuchamy. Kupa kamieni. Ile zostało? Kupa kamieni. Jednak wbrew tej kupie kamieni. Którą tak coś nazywała. Moją Ojczyznę. Możliwa jest od nowa. Tej pospolitej rzeczy. Tak. I to od nowa, która może się nawet zacząć od dziś. Bardzo się modlę jeszcze i teraz z Wami. Żebyśmy byli razem, na jednym miejscu porozumieni. To dotyczy także tego miejsca. Tego miejsca. Pilnujcie tego miejsca. Żeby ono takie było, to nasz tonu jest potrzebna troska nasza. Przy ułożeniu. Ale na przykład brakuje organisty. I różnych innych rzeczy. Brakuje tataraku. Kszkoda. Ktoś to musi pamiętać. A takie bzdurioże. Tak, takie bzdurio. Bardzo ważne. Ale zostawmy to. To nie należy już. I jest zanotowane. Więc nie ma. Pływu pływa świętego. Jedna wiara sprawia, że jesteśmy razem na tym samym miejscu. Więc nie mogę znajdować. Wielu z Boga Ojca. Wielu z Boga Ojca. Wielu z Boga Ojca.